Привет, друзья! С вами Зирько и гайд на Ли Сун Сина. Построиться в ряд. Гайд будет по нестандартной сборке, в которой играть хоть и сложнее, но на порядок интереснее и вариативнее. Ли Сун Син был адмиралом в Корее, который не проиграл ни одной битвы из проведённых 23. Кроме того, он сконструировал корабли-броненосцы, которые вы видите в игре в форме базы и маленьких корабликов. Для меня этот игрой персонаж отличается от большинства тем, что он опасен на любом расстоянии от него, где бы вы ни находились. И это делает его особенным, поскольку большинство АДК способны сильно вредить только на расстоянии меткого выстрела. Дополнительным заклинаниям я предпочитаю брать на него вспышку, поскольку это увеличит мобильность Ли на порядок и возможность мгновенно сократить расстояние до цели. Для этого билда актуальны эмблемы убийцы, в которых находится проникновение и атака. Перейдём к навыкам. Остановимся с подробностями, поскольку от них и играем. Тем более гайд могут смотреть новички. Пассив. Небесный обед. Ли использует на расстоянии лук. А вблизи меч. Разница в том, что меч наносит в полтора раза больше урона, чем лук. Кроме того, в базы периодически появляются небольшие корабли, которые дают нам ускорение и возможность разок оглушить противника. В пассивке нам важен меч. Мы будем тем стрелком, кто сокращает дистанцию. Первый навык. Чистка. По умолчанию Ли делает взмах мечом и отпрыгивает в противоположном направлении. Может пересекать препятствия. Если же Ли на корабле, то выпускает вперёд корабль, который может оглушить противника на одну секунду. Взмах мечом не только наносит урон, но и замедляет. Это помогает как в бегстве, так и в атаке. Второй навык. Кровавое наводнение. Ли заряжает лук, который пробивает цели и наносит гигантский урон. До недавнего времени всем целям, в кого попал. Теперь же полный урон идёт только в первую цель. Дальше урон снижается. При заряде Ли замедляется, при попадании замедляется уже бег противника. Даже после нерфа этот билд по-прежнему актуален. Ранее, уже на 10 левеле, мы могли сносить по 2000 хп всем, кто встанет у нас на пути одним выстрелом. Теперь основной удар принимает первая цель. Так или иначе, остаётся основной билда. И если вы хотите играть хорошо на Ли, ваши попадания должны составлять 100%. Если у вас сильно и часто лагают, бегайте на сборке через криты, не маетесь. Ульта. Сотрясатель гор. Сугубо условно при сборке через криты. И ощутимо при сборке в урон. Время. Огонь. Огонь. Ли запускает артподдержку с базы. Три залпа в каждого противника. И если противники находятся рядом, они получают урон на попадание по соседу. Массовые файты при использовании контроля и ульты Ли превращаются в резню. И кстати, этот навык также замедляет бег противника. Тактика применения. По линиям всё условно. Можете играть и где хотите. Поскольку на любой линии можно стрелять в крипов вторым навыком, зацепляя их всех. Но если вы не очень скилловы, то на мид лучше не идти. Поскольку мидер, отдающий преимущество противнику и Т1 башню – печальное зрелище. Лучше отдайте это важное место. Связка для убийства сквишей. Полностью заряженная стрела. Подпрыгиваем в упор для урона с меча. И 1-2 удара мечом. А обычно при равном фарме этого хватает. А нет, тогда бахте ультой. Связка с ультой. Если противник стоит, ультуете. Он получает замедление. А вы уже должны наполовину зарядить стрелу. Попасть и подпрыгнуть для удара мечом. Если вы догоняете противника. Или даже перегоняете. Применяете навык чистка. Первый навык. Чтобы замедлить противника и оказаться перед ним. Это даст 2-3 удара мечом по пробегающему противнику. В середине игры, если стрелки не перефармлены, они не успевают отхилиться вампиризмом. Поскольку урон у Ли более чем серьезен. В масс-файтах старайтесь держаться так, чтобы как можно больше противников зацеплять вторым навыком. Следите за картой. Противник убегает из файта от вашего союзника. Ульта. Противник гонится за союзником. Ульта. Вам надо кого-то замедлить. Ульта. Не видите противников на карте? Непорядок. Они значит отдыхают. Ультаните им. С этим билдом каждое попадание будет выносить более 500, да еще и накладывать нежелательные эффекты. Помните, что усиление урона от удара мечом работает также и на башне. К сборкам. Опишу две, которыми мне комфортно играть. Начинаем с ножа охотника и самоцвета, который позволит не возвращаться за маной. Следующим предметом берем магические сапоги для уменьшения кд. Или можете взять волшебные сапоги. Они позволяют получить 80 голды после каждой поддержки в убийстве. Клинок семи морей. Жаль, убрали скорость атаки, но он увеличивает наш урон, нанесенный после навыка. То есть вы попали тем или иным навыком, то у противника снижается броня на 25 единиц. А значит следующий урон ваш или союзника будет увеличен. Удар охотника добавит и кд, и урона в навыке. Меч охотника на демонов ускорит наши атаки и заставит страдать танки от наших атак. Злобный рык для сокращения брони и быстрого сноса башен. И конечно клинок отчаяния. Такая сборка максимализирует урон от навыков и основана на меткости и реакции. Ну и вариант через криты. Говорящий с ветром, сапоги в спешке, багровый призрак, когти хааса, топор бирсерка, клинок отчаяния. Тут все просто, максимум критов и стандартный отхил. Навыки остаются для замедления и перемещения. Пробуйте, играйте, подписывайтесь на новости и будьте адекватными. Всем удачных боев! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok